Все новые моды я пытаюсь проходить слепую, чтобы впечатления были чистыми, избавленными от предрассудков. В случае Рип единственное, что я видел, так это несколько скриншотов. Я даже не подозревал, что меня ждёт в этом моде. Во время каждого игрового сеанса у меня возникали два вопроса, как и зачем это было сделано. Во время прохождения я не понимал, как воспринимать происходящее. Рип заполнен странными и глупыми дизайнерскими решениями. Часто он скачет от одной идеи к другой. Этот мод оставил у меня смешанные впечатления, но давайте по порядку. Riot in Progress продолжает историю другого проекта от того же самого автора, под названием Assault on Roswell. Главному герою даётся предотвратить эпидемию инопланетного вируса, по крайней мере он так думал. Оказывается, что всё это время он сам был инфицирован. Неосознанно он принёс эту заразу в маленький городок, и после этого там начался сущий кошмар. Понимая, что он натворил, главный герой отправляется на поиски способа остановить распространение этой заразы. Собственно, на этом и заканчивается сюжетная составляющая этого мода. Сюжет тут присутствует номинально, видно, что ему не было уделено много времени. Мерных персонажей мы будем встречать не так часто, и те существуют лишь для того, чтобы давать игроку направление. Поэтому интерпретация происходящего остаётся за игроком. Как говорится, понимай как хочешь. Довольно необычным аспектом этого мода является сеттинг, в котором происходят его события. По ходу прохождения имеется куча необычно выглядящих локаций. Тем не менее, местами видна копипаста. Подход к дизайну уровня в Рипе смог меня удивить. Видно, что авторы не пытались сделать уровни реалистичными. Даже наоборот, они хотели как можно дальше от него отойти, что привело к формированию сюрреалистичного эффекта. Основной причиной этого явилось то, как было выполнено освещение. На уровнях преобладает жёлтый цвет. Данное решение мне показалось странным. В целом, с цветами в этом моде имеются серьёзные проблемы. Существуется такое чувство, что цвет источников света выбирался случайным образом и не бралось в расчёт, как они будут сочетаться с текстурами. Ещё одним интересным моментом в плане дизайна уровней является то, что мод не так часто держит игрока в закрытых коридорах и тесных помещениях, по большей части давая игроку свободу передвижений. Иногда игроку дадут прогуляться по большим и открытым пространствам. Да и в целом, коридоры, встречающиеся в Рипе, дают игроку пространство для манёвров. Если посмотреть на прошлый проект от данного автора, становится очевидно, почему уровни получились такими. До Рипа и Аора, глава проекта Энди под ником Миганди, занимался созданием уровней для Квейка. Именно поэтому уровни ощущаются, как будто бы они были сделаны для Квейка, а не для Хауф-Лайфа. Отсюда мы получаем большие открытые коридоры с небольшим количеством объектов и различные задачи на поиске ключа. В целом, по большей части уровни построены на этой задаче. Приходя к двери, мы понимаем, что она закрыта и отправляемся в другую часть карты за ключом, при этом на обратном пути появляются противники. И по ходу прохождения мод будет редко как-то менять эту формулу. Декорации будут меняться, но суть будет оставаться той же. Короткую моду я бы не стал по этому поводу придираться, но в данном случае на полное прохождение Рипа у меня ушло 6 часов. Заниматься на протяжении всего времени одним и тем же это такое себе. Во время этих походов за ключом редко появляются какие-то уникальные испытания. Обычно на тебя просто вывалят очередную толпу противников. Еще одним аспектом, перекочевавшим с Квейкой и Дума, являются секретные комнаты. Уровни заполнены ими. Даже в самом начале новой локации можно узнать, сколько секретов там имеется. Рип обладает разнообразным набором противников. Против игрока будут выступать как обычные полицейские, так и внеземные существа и роботы. По большей части они являются обычными рискинами существа из Half-Life, но тем не менее у них имеют свои особенности. К примеру, роль Булл Сквида на себя принимает анархист. Он по поведению похож на обычного охранника, но при этом вместо пуль он пускает в игрока заряды кислоты. В тематическом плане противники никак не сочетаются между собой. В геймплейном плане тоже имеются проблемы. Причиной высокой сложности этого мода стал плохой баланс. Если привыкнуть к тому, как ведут себя противники и искать секреты, то этот мод можно пройти без каких-либо трудностей. По крайней мере большую часть локаций. Местами Рип выкидывает на себя такие ситуации, что даже на легкой сложности и в измененной версии у меня возникали проблемы. А про конец мода я вообще молчу. Сегмент на корабле имеет самые худшие уровни, которые я когда-либо видел. В плане противников имеются две основные проблемы. Первая это то, что они слишком толстые. А вторая это спам. Самым выдающимся противником в этом моде является Адскелетун. Этот противник функционирует точно так же, как контроллер из оригинальной игры. То есть летает и пускает в игрока шары. И вся фишка заключается в том, что в Рипе значительно уменьшили хитбокс этого монстра. Вкупе с дизайном уровней, особенностью которого являются высокие скайбоксы, делают сражения с этим противником максимально унылыми. И что стоит учить в факте того, что только два оружия полезны против этих монстров. Это дробовик, моделька которого в ремоде была заменена на винтовку. И собственно сама снайперская винтовка. Только снайперская винтовка оснащена оптикой. Но даже с ней порой сложно попасть по этим литунам. Потому как они периодически меняют свою позицию и активно пуляют свои фаерболы, заставляя игрока активно двигаться. В добавок ко всему, снайперская винтовка обладает случайным разбросом пуль. В целом баланс оружия вызывает у меня вопросы. Ведь даже на легком уровне сложности, противники ощущаются как губки для пуль. Особенно скорпионы, которых нельзя убить с альфаера дробовика. Да и сам по себе дробовик получился странным. Он становится полезен только при условии, если ты подходишь противнику прямо в упор. Но порой даже этого недостаточно. Также миниган является абсолютно бесполезным оружием. Конечно, если не брать в расчет гранатомет, которым он обладает. У минигана большой разброс и низкий урон. Именно большой разброс пуль заставляет игрока держаться ближе к противнику. Что обычно приводит к получению нежелательного урона. Поэтому большую часть мода я бегал с пистолетом. Который кроме того, что обладает высокой точностью, так и позволяет расходовать намного меньше патронов. По итогу что мы имеем? Однообразные уровни, большая часть которых не приносит ничего нового и ощущается копипастой. Когда мод пытается отойти от своей формы, получается нечто наподобие подводного лабиринта или мега головоломки с платформами. Часто игроку придется заниматься бэктрекингом, во время которого будут спавниться противники. Факт этого можно считать или за проявление лени, или за отсутствие идей. По сути, большая часть уровней выполнена по одной формуле, от которой рип редко отклоняется. Кроме всего прочего, локации никак не сочетаются между собой. Так, как будто бы они разрабатывались в отрыве друг от друга. Расположение противников и сам по себе их дизайн является еще одним больным местом этого мода. Против них было банально неприятно воевать. Электро-женщины, появляющиеся со спины, ассасины, стреляющие через полкарты, полицейские, закидывающие тебя гранатами, и летуны, по которым фиг попадешь. Все это раздражало меня и заставляло задаваться вопросом, как такое вообще можно было сделать. Плюс рип заполнен странными дизайнерскими и геймплейными решениями. Я не понимаю, к чему было делать сохранение за кристаллы, и зачем на каждом уровне было крутить музыку на репите. И финальный момент объявляется сюжет, который по ощущению был написан третьеклассником. В целом, мод получился крайне посредственным. Да, в репе имеются интересные идеи, но они утопают в куче других проблем.